привет всем спасибо всем за то что пишите комментарии под моими монологами читать их очень интересно я повторяю это все время многим это надоедает но не не все смотрят все ролики подряд я знаю что некоторые смотрят один потом через год 2 поэтому напоминаю вам что я благодарен вам конечно за комментарии за материальную поддержку канала что всегда приятно ну и напоминают в том числе о том что перед тем как написать я хотел бы увидеть какую-нибудь пластинку на вашем канале посмотрите в плейлисты там очень много чего уже есть и вполне вероятно что пластинка которую вы хотели бы увидеть уже было в моих руках перед вашими глазами поэтому в плейлисты сначала потом уже писать ну это все частности а я вспоминаю прекрасного гитариста прекрасного очень много очень много людей пишут говорят о том что джимми пейдж джимми пейдж кто такой джимми пейдж вот сейчас играют парни это да это вообще отстой ну для кого-то наверное отстой для меня это один из самых ярких гитаристов играющих музыку в условном стиле рок в условном потому что пейдж наиграл очень много музыки и не вся эта музыка может называться рок очень много разного да я не люблю вот эти да слова все барок фолк джаз но джаз нет джаз я люблю джаз это отдельная история вот но на мой взгляд и не только на мой на взгляд и слух миллионов людей понимающих в музыке что-то не понимающих в музыке ничего таких большинство джимми пейдж это величина конечно видимое и видно издалека с любой точки земного шара так такая вот вершина удивительная неважно как опять-таки я не хочу говорить что джимми пейдж не самый там большой технари да не самый какой-то такой оригинальный не самый большой технарь да crip все же все же вот эти все претензии упираются всегда в технику в чем что такое техника никто толком сформулировать не может потому что что это что значит техника скорость или что или не или 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 что или все в основном упираются в скорость вот этот ужас ведь которую я читаю пойду что он там играет вот сатриани играет да да не все дело не 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 все дело в скорости не все дело в выходе вперед с гитарой и вот эти вот какие-то безумные пассажи не в этом дело 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 не в том кто лучше симпровизирует джазовую пьесу какую-то традиционную да совершенно не в этом дело и соревнования гитаристов это такое глупое занятие вот эти фестивали гитарной музыки они проходят регулярно достаточно во всем мире и в основном там собираются металюги в основном потому что нормально вменяемый человек никогда не пойдет на какое-то соревнование корм конкурс гитаристов кто лучший гитарист как определить кто лучший гитарист как как никак никогда в жизни вы не определите кто лучший гитарист никогда в жизни этого не может быть так вот там собираются в основном металюги соревнуются в скорости в безумной вот этой вот самой ну пусть соревнуются дело не в этом один дело в том в той музыке которую мы слушаем которую сочиняет записывает играет тот Тот или иной гитарист, тот или иной музыкант. Важна музыка, которую он сделал, а не то, с какой скоростью у него бегают пальцы. Правда, какое мне дело, с какой скоростью человек играет дома у себя. Какое мне плевать тысячу лет. Мне важно, как говорит один мой знакомый, я не люблю песню Yesterday, но, тем не менее, можно всегда спросить, парень, где твой Yesterday? Что ты написал? Покажи, где твой Yesterday? Нету? Извини тогда, до свидания. Так вот, Джимми Пейдж, Outrider, 1988 год. В принципе, единственная сольная пластинка Джимми Пейджа. После конца истории группы Led Zeppelin времени прошло много. Он уже поиграл в группе Firm вместе с Полом Роджерсом. У меня есть пластинки Firm, обязательно про них поговорим. Хорошая группа, почему-то недооцененная, не знаю. Но, тем не менее, решил записать сольный альбом. Готовился долго. У него родился сын, по-моему, в 87-м году, если мне память не изменяет. В 86-м он, по-моему, женился, если я не прав. В 87-м родился сын. И Пейдж был весь в работе над сольным альбомом. Все, наверное, читали про эту историю, что он хотел записать двойной альбом. Дома наделал кучу демозаписей. Дом его был ограблен, обворован, разворован. Демозаписи все исчезли вместе с архивом музыкальной группы Led Zeppelin. Очень много чего украли, очень много чего унесли из дома. Пейдж расстроился и решил больше дэвы не писать никаких. А сразу стал записывать материал в своей собственной студии уже в качестве чистовой музыки, чистовых песен для альбома. Сначала он хотел выпустить двойной альбом, чтобы показать на четырех сторонах четыре грани своего гитарного мастерства. А показывать есть что, кто бы что ни говорил. Хотя нормальный человек никогда не скажет, что Пейджу нечего показывать. Нормальный человек, который слышит музыку, вообще понимает. Но в конце концов остановился он на выпуске одинарной пластинки, а не двойной. Потому что был расстроен, все-таки украли, кучу демо украли, переписывать, все это перепридумывать, наверное, было уже неохота. Он, собственно, про это и говорил, что это какой-то мазохизм. Снова начинать, снова все то же самое делать, как-то не хочется. Но на этой пластинке, тем не менее, на одинарной, не очень длинной, много граней таланта Джимми Пейджа продемонстрировано. Потому что здесь и полуакустические вещи, здесь и чистый блюз, здесь и баллада блюз андем, финальная, распрекрасная, просто торжественная и вдохновляющая нас на дальнейшие подвиги. И два хард-роковых номера, просто ломовых. Такое продолжение Led Zeppelin, периода, не знаю, периода Presence, наверное, где-то. Wasting My Time и Wanna Make Love. Так, первые две вещи, просто заруба натуральная, цепелиновская. Все лучшее, что было в Led Zeppelin, все здесь сыграно. Ну, нет вокала Планта, но есть вокал зато Джона Майлса. Он другой. И нельзя сказать, он хуже или лучше, он просто другой. Он более блюзовый, как ни странно, несмотря на то, что Плант вовсю пел и поет и записывал кучу блюзов, но манера пения, я все равно, у Майлса, она более блюзовая, более такая корневая и в то же время хард-роковая. И на грани вот этих песен находятся, на грани такого вот уже почти американского радиорока тяжелого. Но не переходит эту грань, а остается в рамках цепелиновской музыки. Очень сложное построение, несмотря на то, что песни вроде с одной стороны прямые, я имею в виду Wasting My Time и Wanna Make Love, с одной стороны прямые такие роки, как бы, ну там так сложно ритмически все разложено. Стоп-таймы, синкопы, меняющиеся рифы, меняющиеся барабанные рисунки, брейки неожиданные. Так все сложно, так напридумано, такая композиторская там работа, что маму не горюй. Джимми Пейдж великий музыкант, великий музыкант, великий композитор, вот что я вам скажу. Даже по этим двум песням это можно сказать. Пойди придумай такие штуки, и они не выглядят, не выслушат, не выслушат нарочито такими из головы придуманными, а они очень естественны, естественный излом такой у них происходит. Очень, очень все здорово. На барабанах играет Джейсон Боном, все знают, да, про это, сынок Джона Бонноба. И третий номер Writers of Winter, инструментальная пьеса, ракешник, быстрый, и что-то чем-то напоминает иммигрант сонг, может быть, чем-то. Такой вот толчками вперед несется эта музыка. Масса гитар наложена. Все играют разное. Все гитары Джимми Пейджа. Все играют разное. И это разное все складывается. Я не буду произносить слово полифония, хотя я его произнес только что, но это очень близко, потому что это почти симфоническая структура в тяжелом роке. Вообще этот альбом, если в нем покопаться, он настолько музыкален, настолько продуман, настолько экспериментален в какой-то степени, что просто его надо иметь, конечно, если вы любите Led Zeppelin, но если не любите Led Zeppelin, тем более надо иметь, чтобы познакомиться с музыкой Джимми Пейджа. В общем, очень здорово. The Only One – песня, в которой поет Роберт Плант. И опять-таки она, с одной стороны, цепелиновская, а с другой стороны, она настолько удивительно сконструирована, что я не понимаю до сих пор, как могли взаимодействовать между собой Пейдж и Плант, чтобы получилось вот так вот спеть под эти безумные, опять-таки повторю, какие-то зазубренные такие музыкальные структуры, то тормозящие, то несущиеся вперед, то опять тормозящиеся, то чуть ли не назад двигающиеся, и потом опять вперед, особенно во второй части. И Пейдж играет одно вместе с группой, когда Плант поет совершенно другое, и все это складывается в единую песню. Очень сложное произведение, или мне так кажется, не знаю, да, Only One называется пьеса. Liquid Mercury – инструментальный номер на барабанах Берриму Барлоу, группу Jet Rotal, помните все, да? Берриму Барлоу многие считают лучшим барабанщиком мира, если говорить о рок-музыке. И не только фанаты меломаны, а и музыканты, и барабанщики в том числе. Очень много, я знаю, барабанщиков, которые при упоминании Берриму Барлоу говорят, ой, бог, бой, бог, вот это да. И песня, песня «Инструментал» очень сложный, риф в каком-то таком размере, который мне лень и тяжело просчитать, честно говоря. Я не буду изображать из себя метро музыкальной грамоты, но как-то вот начинаешь считать, и там такая синкопа какая-то неожиданная, и сбиваешься, думаешь, как это... Нет, сначала. Очень сложно и очень интересно. «Хамминберг» на второй стороне, первая песня. Крис Фарлоу пришел к нам петь, помните, группу «Колосиум» британскую. «Голос сирена», пожарная сирена, не морская сирена, девушка, да, а пожарная труба, иерихонская. Я не знаю, какая еще невероятная голосина просто Криса Фарлова, песня Леона Рассела «Хамминберг» с удивительным гитарным соло, уже спокойным. Такая, если первая сторона, она очень плотная, просто монолитная, такой рок, рокович, роков, гитара, гитарыч, гитаров, то «Хамминберг» – это такая разреженная структура, пространство, и Фарлоу поет во всю глотку свою золотую, серебряную, свинцовую. Очень круто. «Эмирал Тайз» – еще один инструментал с Берриму. Берриму барлоу на барабанах, и, наверное, самый мною любимый здесь «Эмирал Тайз» – эта штука, если говорить об инструменталах, она с акустикой, с гитарным синтезатором, с электрическими гитарами в числе нескольких, и с барабанами Берриму барлоу. Конечно, уже другая манера, не такая, как у Джейсона Бонома, хотя тяжелая вполне. Но это не та акустика, которую Пейдж играл в «Эдзиппельн». Совсем другая. Совсем новый взгляд уже на мир, на музыку. Торжественный финал, неожиданный, когда появляются уже электрические гитары. Да, и здесь столько наиграно. И так интересно Пейдж здесь работает с гитарами. У него очень много слайда тяжелого, такие волны гитарные выплывают из ниоткуда. На фоне таких резких аккордов, он же очень много играет аккордами, всегда и в «Эдзиппеле», и здесь. Вот эти идут аккорды, выплывает слайд, тоже интервальчики. И поверх еще одноголосое соло. И все это так, ох, как звучит невероятно. «Призон Блюз» – очень длинная песня, опять-таки, с Крисом Фарлоу. И она сделана в традиционном блюзе. И это отсылка прямая к первому альбому «Эдзиппелю». Такое же гитарное соло, говорящая. Такая же простая блюзовая структура, простой блюзовый риф. Великолепный голос Фарлоу. Длинное полотно, которое расслабляет и заставляет вспомнить все лучшее из того, что мы слышали в рок-музыке, в частности, от Led Zeppelin. Ну и «Блюз андем», шикарная баллада, одухотворенная в конце. Плассинка на пять с плюсом, короче говоря. Вот сейчас возьму, поставлю ее и пойду пить себя. Спасибо. Пока.